В трехэтажке в Тутаеве обвалился потолок новой АЧП локального масштаба в Ярославской области. Смотрите также в выпуске. Привлекают дополнительную технику и корректируют графики уборки. В Ярославле усиливают борьбу со снегом на крышах и дорогах. Информируют о выборах и способах голосования. В Ярославской области завершаются обходы избирателей участковыми комиссиями. В Ярославле пассажирская навигация стартует 25 апреля. Первый круизный теплоход причалит в столице Золотого кольца. Личные трамвайчики выйдут в рейсы чуть позже. Приветствовали стоя за стойкость и силу духа. В Ярославле выступил олимпийский чемпион фигурист Роман Костомаров. Самый доступный и зрелищный спорт в Ярославле сражаются команды школьной мини-футбольной лиги. Вы смотрите главные телевизионные новости в студии Елизавета Корегина. Здравствуйте! Вместе со мной о главном регионе корреспонденты городского телеканала. В трехэтажке в Тутаеве обвалился потолок. ЧП случилось сегодня ночью в одном из подъездов дома по улице Пролетарской. Как пояснили в администрации Тутаевского муниципального района, управляющая компания провела обследование чердака. Обрушение только над лестничной площадкой. По информации специалистов компании, дальнейшей угрозы нет. Проход для жителей верхнего этажа освобожден. Есть следы сырости на стенах. Предположительно, подтекала крыша. Причины инцидента устанавливаются. Управляющие компании предстоит сделать ремонт, а в теплое время года разбираться с крышей. Прокуратура Ярославской области организовала свою проверку. В Ярославле усилена борьба со снегом. Работы ведутся планово и по обращениям жителей. Неустойчивая погода, перепады температуры с минуса на плюс способствуют таянию сугробов и падению снежных масс крыш. Напомню, ЧП с обрушением кровель уже произошли в трех районах области. Губернатор Михаил Евраев поручил сформировать дополнительные бригады и увеличить минимум в два раза количество рабочих на улицах. В Ярославле управляющие компании начали привлекать дополнительную технику и корректировать графики уборки. Марина Смарагнова сегодня наблюдала, как ведутся работы в спальном Держинском районе и в центре города. На уборку сейчас выходят и управляющие компании, и местные жители. Юлия Морозова расчищает пространство возле автомобиля. Снег идет почти каждый день, поэтому Ярославля держит руку на пульсе, точнее на лопате. Эту зиму приходилось достаточно часто, потому что снегопады были, соответственно, эти обильные. Даже если трактор проходил, то оставался там бустер, что-то приходилось все равно все убирать. Так что вот, как-то так. По тарифу, говорят коммунальщики, из дворов нет вывоза снега. Он укладывается на газоны, а потому вот теперь сползает обратно на тротуар. Двор по гробам в 18 стоял в плане уборки на другое число, но пришлось изменить сроки. Посмотрели, побоялись, что даже скоро они могут въехать. И решили произвести это раньше, ну, внепланово, скажем так, график сместили. Поэтому вот, ну и одновременно, естественно, сразу выходят бригады по зачистке тех же козырьков подъездных. В заявках от собственников квартир все чаще появляются просьбы по очистке крыши. Жители жалуются на протечки. Сегодня в районе улицы Громова работали три бригады. Две чистили плоские кровли и одна освобождала от снега козырьки подъездов. Работу управляющих компаний контролируют сотрудники районных администраций. Сегодня в Дзержинском работали 11 бригад. У нас серьезные нарекания по работе управляющих компаний. На настоящий момент управдом Дзержинского района сегодня вывел 8 своих тракторов, плюс 3 наемных, плюс собираются увеличивать это количество еще и на завтра. Не везде техника проходит, поэтому убирают вручную. В домах ТСЖ на тракторах экономят. Там в основном убирают только дворники. И еще одна проблема решается очень сложно. Это припаркованные машины. Не всегда автовладельцы реагируют на объявления о том, что двор будут чистить и надо оставить машину в другом месте. А в Кировском районе Ярославля сегодня работали спасатели. На домах 19 века, которых много в историческом центре, скатные крыши. Их сложно чистить, поэтому привлекаются специалисты Центра гражданской защиты. К тому же в таких домах есть городские организации. В Кировском и Ленинском районе продолжается работа по очистке кровель на квартирных жилых домах. В Кировском районе сегодня работают 6 бригад альпинистов, 4 единицы техники. В Ленинском районе работают 6 единиц техники и 4 бригады альпинистов. Одна бригада альпинистов может почистить от 5 до 7 крыш за день. Работа не прекращается. Впереди неустойчивый март с осадками. По прогнозам синоптиков, полностью сугробы растают в этом году только в середине апреля. Выдалась слишком снежная зима. Марина Смородова, Василий Мосин, главные телевизионные новости. Тем временем работникам предприятия, ответственного за уборку Ярославля, повысили зарплату. Речь о муниципальном городе Ленхостроя. Сотрудники которого приводят в порядок дороги, тротуары, остановки, пешеходные переходы. Как сообщил сегодня мэр Артем Молчанов, вводится снежный коэффициент. Теперь вместо 40 тысяч рублей дворники могут рассчитывать на 60. Коэффициент будет действовать до середины весны. Именно в это время в горы Зеленхостроя особенно нужны кадры на уборку улиц от снега. С помощью увеличения зарплаты в полтора раза городские власти рассчитывают привлечь новые кадры и мотивировать действующих работников. Бывший депутат Дмитрий Соколов останется под стражей. Таково решение Кировского районного суда. Напомню, обвинение Соколову предъявлено по двум статьям Уголовного кодекса. Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом. В конце октября Соколов поджег ресторан на Первомайском бульваре. Пострадала женщина. Она была госпитализирована с термическими ожогами спины, бедер, кистей рук. Ей были сделаны четыре операции. Дмитрий Соколов перечислил пострадавшие полмиллиона рублей в качестве компенсации. Между тем, как сегодня сообщили городскому телеканалу в региональном управлении Следкома России, расследование выходит на финишную прямую. Специалисты ждут заключения экспертизы. Одна из главных – пожарно-техническая, которая должна точно установить очаг возгорания, вещество, которое находилось в бутылке со смесью, которую бросил Соколов, и другие моменты. А судебно-медицинская экспертиза должна подтвердить, что обвиняемый в момент совершения преступления был вменяем. После получения результатов дело можно будет передавать в суд. А пока арест обвиняемому продлен до 30 марта. Фигуранта еще одного уголовного дела гособвинения просит отправить в колонию на пять лет. Речь о бывшем управляющем одного из филиалов крупного банка Илье Гофтмане. Сегодня в Кировском районном суде Ярославля, где рассматривается дело, шли прения сторон. Напомню, Илья Гофтман обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном разглашении или использовании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. По версии следствия, в период с апреля 2020 по февраль 2021 он передал должностному лицу информацию о кредитном соглашении между банком и группой компаний. В том числе данные о сумме, поручителях, сделках. Также потребовал от своих сотрудников предоставлять юридическим лицам недостоверную информацию об условиях кредитов. В результате был сорван ряд крупных сделок и реализация проектов. Одной из кредитных организаций нанесен ущерб на сумму свыше 16 миллионов рублей. Илья Гофтман был задержан в марте 2021 сотрудниками регионального УФСБ. Суд начался в мае 2023. Сегодня сторона обвинения просила назначить Гофтману 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в государственных и органах муниципальной власти на 2,5 года и штраф 900 тысяч рублей. Сторона защиты настаивает на том, чтобы в действиях Гофтмана нефть состава преступления. Сам подсудимый озвучит свою позицию 5 марта. Под Ярославлем проходят учебные стрельбы. Будущие связисты ракетных войск в Переславле-Залесском овладевают автоматом Калашникова. Тренировки на войсковом стрельбище длятся с утра до вечера три дня до 29 февраля. А потому для предотвращения несчастных случаев командование части информирует о запрете прохода на территорию, где проходит огневая подготовка. Ярославская бабушка передала внуку бойцу 15 коробок с вареньями и соленьями. Жительница деревни Курдумова Гаврилов-Ямского района собрала маринованные и соленые огурцы, помидоры, грибы, квашеную капусту, салат и яблочное варенье. Все это запасы на зиму. Часть домашних заготовок Мелетина Юрьевна отправила своему 22-летнему внуку. Даниил – наводчик-артиллерист, его позывной Коча. Полтора года служит добровольцем в Толбухинском дивизионе. Награжден орденом Святого Георгия. Летом приезжал на побывку. За ленточку сослуживцам привез домашние разносолы. Сейчас попросил добавки. В сборах вкусного поучаствовала вся деревня. Коробки дали местной продавщице. Набралось несколько десятков банок. Я вырастила с четырех лет. Бывала в местах, где он служит, посмотрела на их быт, повидалась там с ребятами. У них отношения братские. Мы тебя очень любим, ждем с победой. В Ярославской области завершаются обходы избирателей участковыми комиссиями. Напомню, они стартовали 17 февраля и закончатся в первых числах марта. Цель – проинформировать о предстоящих выборах президента России и способах голосования. С одними из таких обходчиков сегодня отправился по квартирам брагенцев Александр Захаров. Члены участковой избирательной комиссии 17-15 еще 17 февраля начали обходы избирателей. Каждому жителю индивидуально доносят информацию по предстоящим выборам президента. Обязательно интересуются, нужна ли помощь в голосовании. Пришли вас пригласить на выборы президента Российской Федерации, которые состоятся 15, 16 и 17 марта. В любой удобный денечек приходите голосовать. Скажите, способ голосования вам известен? Известен. На участок, либо электронное голосование? Сами жители считают, что от такой работы есть большая польза. Нормальная работа, она такая и должна быть. Больше ничего сказать не могу. Доносят информацию до вас нормально? Доносят. Она работа, заслушивает внимания, потому что некоторые люди действительно не знают о том, что, вернее, в какие дни будут проходить эти выборы. И, наверное, это им поможет. По словам представителей комиссии, ярославцы в основном не отказываются от общения. А это то, что придает им силы совершать квартирный обход. В основном приходят в гости по выходным, чтобы люди были дома или по вечерам. В среднем пятиэтажку удается обойти за три с половиной часа. В большинстве своем с пониманием и откликаются. Пенсионеры наши уважаемые все собираются голосовать в большинстве своем на участке. Очень мало квартир, которые отказываются от разговора или вот кого-то нет дома. В основном, если кого нет дома, мы по второму разу отводим. То есть обычно все с пониманием, удивительно даже. Все данные заносятся в специальную программу, где зеленым светом обозначены состоявшиеся беседы. На участке 17-15 более десятка домов, а это 1900 квартир в каждую надо позволить. Уже обошли 770. Все материалы затем поступят в территориальную избирательную комиссию, где подведут итоги работы членов участковых избиркомов. Александр Захаров, Михаил Орлов. Главные телевизионные новости. Для викторины «Поверь в мечту» подготовят порядка 900 тысяч бланков, разыграют десятки тысяч подарков. Напомню, цель викторины – привлечь внимание жителей региона к более активному участию в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. По итогам прошлогоднего голосования в Ярославской области благоустроят 27 территорий, включая 14 скверов и парков. В этом году жители проголосуют за общественное пространство, которое преобразят 25-м. При этом самые удачливые ярославцы могут получить подарки. Выбрать объекты, которые отремонтируют в следующем году, жители региона могут, начиная с 15 марта. Все проходит по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В Ярославской области с 2019 года благоустроено более 900 общественных пространств. Здесь большая заслуга жителей, принимавших участие в голосовании. В 2024-м наряду с выбором территорий ярославцам предлагают принять участие в викторине «Поверь в мечту». Среди правильно ответивших на вопросы разыграют ценные подарки, включая квартиру в Ярославле и несколько автомобилей. Участвовать в викторине и розыгрыше подарков может любой житель Ярославской области, который достиг 18 лет и, естественно, ответил на все вопросы. Для участия нужно получить бланк, заполнить данные и ответить на вопросы. От себя добавлю, что бланк можно получить у работодателей, организаций и предприятий. Заполнить бланк викторины «Поверь в мечту» можно также с 15 по 17 марта включительно у избирательных участков на выборах президента России. Затем бланк нужно отдать волонтерам себе оставить корешок. Он нужен для получения подарка в случае выигрыша. «Для участия в викторине «Поверь в мечту» напечатают 900 тысяч бланков. Таким образом, в розыгрыше смогут принять участие наибольшее количество ярославцев, жителей Ярославской области. Получить их можно в том числе с 15 по 17 марта возле избирательных участков на выборах президента Российской Федерации». Организаторами викторины «Поверь в мечту» принято решение, что все не выигравшие бланки переходят на следующий этап и участвуют в розыгрыше суперпризов. В случае выигрыша победителю позвонит представитель викторины и объяснит, как получить подарок. С информацией об организаторе мероприятия, правилах его проведения, призовом фонде, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте викторина76.рф. Илья Барабанов, Александр Захаров, Игорь Мосин. Главные телевизионные новости. Активность ярославцев, голосующих за ту или иную территорию с 15 марта, влияет и на объем финансирования, выделяемый геолокациям. Он, в свою очередь, дает заказчику больше возможностей для реализации идеи. Об этом сегодня во время большого интервью моей коллеге Анне Лазуркиной рассказал директор профильного департамента мэрии Ярослав Овчаров. Он также напомнил, какие объекты попали в программу благоустройства нынешнего года, а какие отправятся на голосование с 15 марта, чтобы их привели в порядок уже в году будущем. Чем лучше мы голосуем за общественные территории, чем больше голосов мы набираем в целом по городу Ярославлю, тем больше у нас лимитов, денежных средств, больше денег выделяется в город. В этом году у нас порядка 243 миллионов рублей выделено. По сравнению с прошлым годом, это 95. То есть мы в разы увеличили именно финансирование на парке. А что касаемо территории, да, я еще раз хотел бы всем рассказать, это и парк судостроителей, который набрал наибольшее количество голосов по городу Ярославлю. За него ярославцы голосовали активно, и в этом году он будет благоустроен. Более 90 миллионов рублей потратим и направим на реализацию благоустройства данного парка. Парк Гамма. Также у нас парк 30-летия Победы. Мы уже не первый раз работаем на этой территории. И сейчас проектировщики сделали хороший проект, обновили детские площадки проектными решениями. И мы надеемся, что благоприятные погодные условия и, самое главное, хорошие подряды организаций будут участвовать в конкурсе и благоустроить эту территорию. Ну и еще у нас есть одна небольшая территория. Это сквер 950-летия, где также стоит задача обновить детские игровые комплексы и поработать с освещением на этой территории. В марте ярославцы смогут проголосовать за объекты по программе формирования комфортной городской среды, которую благоустроят в 2025 году. Какие объекты вышли на голосование и кто в приоритете? На сегодняшний день у нас определено 5 территорий. Среди них такие значимые объекты, это Петропавловский парк, это аллея Ивана Ткаченко в Дзержинском районе, соответственно, также у нас и сквер юности, общественная территория между улицей Папайна и Сауково. И начиная с 15 марта 2024 года жители имеют право голосовать за эти территории. Традиционно самое большое количество голосов территории, которая набирает, она в приоритете, одна из первых, и соответственно на нее самое большое финансирование будет выделено. Юбилейный парк предстоящей весной ждет зеленение. Информация прозвучала сегодня на итоговой конференции городского общественного движения Ярославль-2000 по результатам работы за два последних года. Напомню, в прошлом году зеленое насаждение в столице Золотого кольца подверглись атакам вредителей. В итоге многие деревья погибли, только в юбилейном парке пришлось вырубить 360 штук. Посадили пока меньше, поэтому в этом году продолжение. В этом году мы будем проводить инвентаризацию в каждом районе города с помощью волонтеров. А высаживать деревья планируем начинать с юбилейного парка. Мы в прошлом году уже начали первый этап высадки. И в этом году продолжим. Сегодня наградили самых активных участников движения. К слову, их становится все больше. Ряды Ярославля-2000 ширятся. Люди разного возраста хотят видеть и создавать вокруг себя красоту. Во дворах у домов, в парках, в скверах. В общественном движении помогут, подскажут и научат этому. Город Ярославль, конечно же, поддерживает Ярославль 2000 во всех их начинаниях, во всех их проектах. Мы выделяем субсидии ежегодно на все очень крупные мероприятия, как социально-индействие, некоммерческим организациям. И в процессы включены, как депутатский корпус, также включен и мэрия города Ярославля. Первый теплоход сделает остановку в Ярославле 25 апреля. Об этом сегодня стало известно главным телевизионным новостям от специалистов речного порта. Круизное судно пойдет из Нижнего Новгорода через городецкие шлюзы, которые откроются 24 апреля. Тогда же отправятся в плавание и теплоходы из Москвы. Начнется сезон навигации 2024. Рейсы первых ярославских судов, речных трамвайчиков, Москва стартуют в воскресенье 28 апреля. Теплоходы будут курсировать до Толги, Вакарева и Новых Чинцов. Чуть позже откроется пригородный маршрут Ярославль-Константиновский. Ярославцы скупали в овациях Романа Костомарова. Он участвует в юбилейном шоу Ильи Авербуха. Столица Золотого кольца стала первым городом в гастрольном туре. Ледовая арена стоя рукоплескала прославленному фигуристу. Костомаров после тяжелой болезни и ампутации ног сумел вернуться на лед. Олимпийский чемпион исполнил танец вместе с супругой Оксаной Домниной и обратился к ярославцам. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня здесь. И это невероятное ощущение, когда ты выходишь на лед и видишь полный зал и такой фантастический прием. Я очень соскучился по этим ощущениям. Переходим к спортивной части выпуска. Посуда от мистера Сковородкина поможет поднять ваши кулинарные возможности на новый уровень. Широкий ассортимент и яркая цветовая палитра. Мистер Сковородкин. Посуда для тех, кто любит заботу. Определился соперник локомотива по первому раунду плей-офф. Это хоккейный клуб ЦСКА. Оппоненты для ярославцев принципиальные. Именно эта команда дважды останавливала железнодорожников в борьбе за кубок Гагарина. В этой регулярке локомотив четыре раза одержал победу над москвичами. Два раза выигрывали у нас армейцы. Первые матчи между клубами пройдут на арене 2029 февраля и 2 марта. Напомню, последняя встреча регулярного чемпионата завершилась для локомотива неудачно. В поединке с екатеринбургским автомобилистом подопечные Игоря Никитина уступили со счетом 0-2. После чего наша команда вышла в плей-офф с третьего места таблицы конференции «Запад». Сегодня в Ярославле завершился групповой этап школьной лиги по мини-футболу среди спортсменов младшей возрастной группы. В целом в турнире участвуют 47 команд учеников разных возрастов. В общей сложности более 600 человек. Сегодня в комплексе «Молния» встретились 8 команд, сыграно 4 матча. За спортивными успехами у ребят следил Игорь Шевченко. Просторный зал, мяч и буря эмоций. Мини-футбол по своей сути мало чем отличается от старшего брата. Это уменьшенный вариант классической версии игры. Вдвое короче площадка и ворота, а также легче мяч. Команда состоит из полевых игроков и вратаря. Продолжительность матча – два периода по 20 минут в каждом. Сегодня ребята из 56-й и 9-й школы соревнуются за верхние позиции в сетке. По итогу первого периода игрокам есть что сказать. Роль тренера в игре ничуть не меньше, чем у игрока. Порой нужно поддержать свою команду, а иногда точное указание на ошибку может переломить ход всей игры. Сегодня на поле ребята младшей возрастной группы, поэтому первые игры по большей части – это разведка обстановки и изучение противника. Мы с каждой игрой продвигаемся только вперед, но в большей степени мы хотим просто поиграть, посмотреть уровень именно организации и в дальнейшем уже принимать активно участие во всех победах наших. Специалисты отмечают подъем интереса школьников к спорту. В сезоне 2023-2024 года принимает участие 47 команд в трех возрастных категориях в общей сложности более 600 участников. Старт сезона состоялся 11 декабря. На первом этапе все команды делятся на группы и играют между собой. Далее лучшие команды выходят в плей-офф. В этом году итоги и запись каждой игры выкладываются в соцсеть. За успехами ребят можно наблюдать в режиме онлайн. Финал Ярославской школьной мини-футбольной лиги пройдет 30 марта в культурно-спортивном комплексе «Вознесенский». По итогу школа-победитель получит большой переходящий кубок, медали и грамоты. Игорь Шевченко, Олег Вольский. Главные телевизионные новости. Ярославский спортсмен стал победителем первенства Пермского края по теннису среди участников до 15 лет. В турнире участвовало три десятка атлетов из Екатеринбурга, Москвы, Ижевска и других городов страны. Филипп Смирнов выступал как в одиночном разряде, так и в паре. В личном зачете ярославцу удалось обыграть представителей столицы. Еще одну победу парень одержал в тандеме со спортсменкой из Казани. Микстяне обошли московских теннисистов. К другим темам прямого эфира. Сейчас самое время для выбора нового автомобиля. В автосалонах представлено немало разнообразных брендов. Знакомство с очередным в материале, подготовленном моими коллегами. На российском рынке бренд Чинган за последние годы смог закрепиться на лидерских позициях рейтинга предпочтений автомобилистов. Обширный модельный ряд от привычных седанов до респектабельных семи местных внедорожников. Приемлемые ценовые предложения, которые позволяют выбрать автомобиль под свои запросы. Максимальный комфорт и современный дизайн каждой модели Чинган. Динамика форм и, конечно же, современные технологии представлены здесь и сейчас. Львиная доля продаж падает на автомобиле серии кроссоверов. Одним из флагманов нашей линейки является модель CS55+. Автомобиль оснащен двигателем 181 лошадиная сила, который работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, что позволяет обеспечивать потрясающую динамику, минимальный расход топлива. Чинган Uniquei обладает премиальными опциями для людей, которые любят максимальный комфорт. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 226 лошадиных сил, который работает в паре уже с 8-ступенчатой коробкой передач, что позволяет довольно-таки великолепно себя показывать как на трассе, так и в условиях бездорожья. И это далеко не все преимущества автомобилей Чинган. Более подробной информации, в том числе и о выгодных условиях продаж, в дилерском центре Чинган на промышленном шоссе 53. Записывайтесь на тест-драйв, чтобы полноценно прочувствовать понравившуюся модель на ярославских дорогах. Сейчас о погоде. На севере страны аномальное тепло. Так, в Архангельске установились плюсовые температуры даже ночью. Морозы на Урале, Волжье и Сибири. Например, в Новосибирске минус 20 ночью днем 7, но будет теплеть. В Москве в среду плюс 2, ночью минус 5 гололета. Так что синоптики советуют жителям столичного региона запастись терпением и не скользящей обувью, что обещают ярославцам завтра. О погоде на среду расскажу я, Ольга Моравьева. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков на протяжении всего дня будет облачно осадки маловероятных. Подробности далее. Весна уже в шоке. Мы подготовили новую коллекцию одежды и обуви. Смотрите, какие шокирующие низкие цены. Шок. ТЦ яркий. Второй этаж. В среду ночью в Ярославле облачно, без осадков. Температура минус 4 градуса. Ветер южный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 764 миллиметра штутного столба. В среду днем в Ярославле облачно, без осадков. Температура 0 градусов. Ветер южный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 764 миллиметра штутного столба. Ах, женщины, здесь и сейчас нам дня не прожить без ваших счастливых глаз Для вас весеннее идеальное предложение На лазерную коррекцию зрения весь март очевидные скидки Идеал, телефону Ярославле 72 12 18 На этом у меня все, и пусть ваше настроение не зависит от погодных условий Всего доброго, до свидания Через мгновение в эфире художественный фильм Дальняя дорога, приятного просмотра Наши новости доступны на сайте gtk.tv В телеграм-канале официальном паблике во Вконтакте На популярных видеоплатформах Сообщайте новости в редакцию по телефону 72 11 70 72 11 80 В студии работала Елизавета Корегина До свидания